Галстук, белая рубашка, черный костюм. Одежда классическая, литература современная. На сцене ЦКО писатель Александр Цыпкин и актер Константин Хабенский. Беспринципные чтения добрались и до Иванова. Самое сложное для порядочного человека, который собирается заманить девушку на первом свидании домой, так предложить, чтобы она не поняла, о чем идет речь. Хотя она точно знает, о чем идет речь, но совесть ее должна быть чиста. Я ищу нужную святотень для главного предложения, и тут неожиданно в меня стреляет первым. Сань, холодно. Пахли ко мне. Тяну, посмотрим. Книгу «Женщины непреклонного возраста» написал Александр Цыпкин. Это сборник коротких рассказов. Шуточных, лиричных, трагичных. Про любовь, взаимоотношения полов, жизнь и быт современного человека. Александр читает свои рассказы публике сам и привлекает актеров. Добавляя к искусству литературы еще и театр. Константин Хабенский признается, не мог отказать себе лишний раз в удовольствие получить сценический адреналин. И с большим желанием поехал с Цыпкиным в Иваново. Мы ищем те тропы, те воды и те полеты, где нас еще не было. Вот здесь нас еще не было, это второй раз, да? Второй раз, да. На сцене театральной такой первый раз. Первый раз. Но даже первый раз чужим рассказом в руках Константин Хабенский отыгрывает безупречно. Именно отыгрывает. Авторская подача и актерская две совершенно разные вещи. Коле было очень плохо. Ему снилась пустыня Сахара, через которую течет река из рассола. Но он никак не мог до нее дойти. Проснулся он как раз, когда начал погружаться в спасительную жидкость с головой. В реальности рассола не было. Сахара была. На столе стояла бутылка с водой, но до нее пришлось бы полдня ползти. А тело Колю не слушалось. Остроумно, современно, понятно каждому. Александр Цыпкин по профессии специалист по пиару. И можно было бы сказать, что навыки продвижения рекламы он применил к своей книге. Если бы не сотни поклонников по всей стране, которые возвели женщин непреклонного возраста в ранг бестселлера. Реакция Ивановской публики тоже не подвела. Чтобы удерживать внимание зала на протяжении более полутора часов. Мало быть хорошим пиарщиком или актером, как Хабенский. Нужно быть еще и писателем. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иванова.